Существует четыре способа контакта с Богом. Четыре способа всего существует. Первый способ – наблюдать, пытаться видеть энергию Бога, чувствовать ее. Это называется медитация в восточной практике или созерцание, допустим, других в нашем русском языке. Медитация – это слово санскритское. Ну, как бы само не санскритское, но идея оттуда идет, из Востока. А созерцание – идея идет больше от христианства. И то, и другое – это абсолютно одно и то же. Речь идет о восприятии Бога. Медитация не означает просто ничего не видеть, не думать, просто сидеть, закрыть глаза и балдеть. Это не медитация, это называется балдеж. Медитация означает пытаться видеть совесть, чувствовать совесть, чувствовать истину в себе. Медитация означает настраиваться на чистоту, на присутствие Бога в твоей жизни. Медитация означает жить по законам Бога, пытаться никогда не отклоняться от этого всего, быть очень бдительным по отношению к тому, что у тебя внутри присутствует Господь. Ну, допустим, обычные люди как придут? Как живут? Домой пришел, штаны снял, без штанов ходишь – никого нет. Но если человек изучает, наблюдает, он замечает, что никого нет, кроме Бога. Бог-то остался здесь все равно, он никуда не убежал. Без штанов поэтому ходить как-то не очень хорошо, когда Бог здесь сидит. И он штаны не снимает один дома, ходит в штанах. Понимаете, о чем я говорю? Он наблюдает, что Бог есть, начинает чувствовать. Он даже один не делает глупостей, потому что чувствует – есть Бог, есть совесть. Нельзя делать глупости, все равно я не один. Мы в этом мире по одиночку не оставляем, не остаемся. Всегда есть свидетели, которые смотрят за нами, видят, что происходит. Человек может в этой медитации увидеть Бога вообще, реально почувствовать Его, увидеть. Это реально, но не в нашу эпоху. Для этого надо, чтобы чистая атмосфера вокруг была. Для того, чтобы увидеть Бога, надо жить абсолютно чистой жизнью, быть монахом, то есть отречься от всего материального и постоянно думать о Боге, медитировать на Него. Это очень трудный путь, труднодостижимый в наше время. Следующий путь тоже труднодостижимый – как можно почувствовать Бога? Это аналитическое опознание истины. Вот сейчас мы занимаемся этим. Мы с вами что делаем? Анализируем эту жизнь. Мы анализ проводим всему, что происходит. В этом анализе человек может догадаться, что есть высшая истина, что он душа, догадки могут прийти. А некоторые люди с помощью такого анализа реально приходят к высшей истине. Но это очень тяжелый путь, очень тяжелый. Для этого человек должен отречься от всего. Его ничего не должно волновать. Дальше. Бескорыстная деятельность на благо всех живых существ приводит к тому, что человек достигает ощущения Бога. И этот путь тоже очень тяжелый. Потому что от бескорыстной деятельности человек может начать гордиться собой, думать, что он такой крутой, бескорыстный весь. Единственный путь – это когда человек просто служит законом Бога и самому Богу, то есть он пытается служить законом Бога. Этот путь в нашу эпоху самый легкий. И самый быстрый способ начать служить Богу – это молитва. Просто когда человек молится, он устанавливает связь с Богом. Как мой духовный учитель сказал, молитва означает, что ты набираешь телефон, номер, Богу звонишь. Алло, звонишь постоянно Богу, связь устанавливаешь, звонишь. И когда ты звонился, он тебе говорит, делай то-то, то-то из сердца. Ты кладешь трубку, начинаешь делать. Называется служение Богу. Сначала ты звонишь, молишься, звонишь, звонишь, потом он говорит, я на связи. Тебе надо, гад такой, жену перестать мучить. А, все, положил трубочку, начал пытаться к жене нормально относиться. Но ты это уже не для себя, а для Бога делаешь. Это называется служение Богу. Человек это делает не потому, что он хочет балдеть женой, а он хочет, потому что Бог ему в сердце дал такое знание, что так надо жить. Называется служение Богу. Оно приводит к очень быстрому сжиганию грехов и обретению духовной платформы внутренней. Самый высокий уровень жизни. С чего вера начинается, как вы думаете? Вера начинается всегда со страданий. Если человек хочет поверить во что-то правильное, он должен отказаться от той веры, которая у него уже есть. Внутри же есть какая-то вера. Допустим, человек верит в бутылку. Он ставит перед собой бутылку, он чувствует, спокойно стало, хорошо. Никуда не тянет. Все нормально в жизни. Ничего не нужно. Назначает, что он верит в бутылку. Бутылку убрал сразу. Где бутылка? Куда? Когда магазин спиртной открывается. То есть человек начинает беспокоиться, ему тяжело жить становится. Значит, он верит в бутылку. Надо преодолеть эту веру. Это означает страдания всегда. Вера, поменять веру – это всегда страдания. Поэтому человек пытается изучать, общаться с кем надо. Как человек может поменять веру? Только с помощью других людей, которые имеют другую веру, человек может поменять свою меру. Сам себя из болота не вытащишь за волосы. Надо, чтобы тебя кто-то потянул. То есть разум, вкус к счастью не меняется самостоятельно. Только чужой вкус к счастью, когда мы перенимаем, мы меняем свой. Поэтому человек должен общаться с теми людьми, которые имеют другой, более высокий вкус к счастью. И от этого общения меняется твой вкус к счастью. И ты как бы меняешь свою направленность жизни, свою веру. Люди боятся, а вдруг правда поменяют? Что я туда на лекцию хожу вообще? А куда я потом поменяю? Может меня куда-то затягивают? Так вот, вера на самом деле – это не процесс слепой, поймите. Вера – это процесс очень глубоко научный. И никто никого не может здесь затянуть. Как раз в этом и заключается проблема, что некоторые люди не хотят эту науку изучать. И поэтому они приходят куда-то, им говорят – делай так-то, люби Бога так-то, все, ты теперь на правильном пути. У него глаза квадратные, он – и пошел. Это называется фанатизм. Никакой веры здесь нет, потому что человек увидел какие-то противоречия, и он как шел, так и споткнулся. И он дальше уже не может идти, потому что такой путь он не имеет… Человек слепой, он без зрения. Слепой человек идет по улице, идет, он уверенно идет, думает – все, ему говорят – иди за мной, иди за мной. Все нормально, все хорошо. Потом он спотыкается – бац, лбом об асфальт. Встает – блин, обманули. Он слепой, он не знает, что он правильно шел. И он назад идет, уже не верит, потому что ему больно стало. Он споткнулся. Поэтому вера – это не то, что вот это вот просто надо на слово поверить. Поверила, поверила, и больше ничего. Понимаете? Нет, это не то немножко. Вера – это способ познания мира. Человек изучает. Вера означает изучение. Мое – это не мое. Надо изучать, смотреть, что происходит, как это действует, нравится мне это или нет. То есть человек изучает. Поэтому, смотрите, у вас в Риге… Я нигде, никогда в мире такого не видел. У вас уникальнейший город. Потому что здесь есть радуга в этом городе. Реклама радуги. Почему? Потому что, смотрите, вам и это предоставляют учения в самом лучшем виде. И это учение, и то, и другое. И везде самые лучшие люди приезжают и дают вам концерты, знания всякие. И вы все это слушаете. Я нигде такого не видел. Потому что везде, если кто-то проводит, только внутри своей конфессии какой-то. Понимаете? А то, что проводили вот так широко и как бы вас знакомили со всем… Я вот первое место, я столько езжу, больше нигде такого не видел. Это уникально на самом деле. Вы знакомы… Я даже такого не знаю всего. Я не могу так много сказать о разных направлениях духовных, сколько вы знаете. И будете знать, если будете все изучать, ходить. И у вас есть хороший способ выбрать свое направление. Вы смотрите, изучаете и выбираете потом. Вера начинается со страдания, заканчивается всегда счастьем. Когда человек уже выбор сделал, у него счастье приходит в жизнь. Жизнь сильно меняется от этого. И надо понять такую вещь, что когда выбор сделан, тогда надо уже идти этим путем. Надо попробовать его в полной степени. Нельзя так прыгать, понимаете, как белка в колесе. С одной деления на другое. То есть выбор сделан, иди уже, не отворачивайся. Одна православная монашка написала мне письмо. Говорит, я живу в монастыре православном. Слушаю ваши лекции. Мне они очень понравились. А здесь, в монастыре, я себе выбрать никого не могу. Может мне уйти из монастыря, как бы веру поменять свою? Я ей ответил в письме. Я говорю, неужели в вашем монастыре нет ни одного чистого и светлого человека? Почему вы не можете брать ни у кого наставление? В чем причина? Она мне ответила, что чистые и светлые люди есть, но как-то они мне не нравятся. Я ей ответил, говорю, но это же ваша проблема. При чем тут монастырь, при чем тут вера? Это же, говорю, ваша проблема. Вы просто настолько эгоистичны по природе, что вы не можете просто подчинить себя кому-то. Почему вы же думаете тогда, что вы подчините полностью меня, себя, моим лекциям? То есть вы поближе со мной познакомьтесь. Тоже, если в монахах она нашла недостатки, не может себя подчинить, то я вообще не монах. Во мне недостатки найти. Во! Один раз посмотреть, там и все, и достаточно. Я говорю, оставайтесь в монастыре, попытайтесь найти себе там наставника и преодолеть эту проблему, и дальше идти путем своей веры. И не занимайтесь фокусами никакими. И она ответила, спасибо, я все поняла. Ну, пошла этим правильным путем. Человек выбрал свой путь, особенно так сильно. Он уже тоже монах, монашка уже прошла все эти этапы происпытания. Надо дальше продолжать, не нужно никуда скакать. Это все глупость. Итак, паутина нашей судьбы прикрепляется к цели жизни. Цель жизни – это определенный вкус к счастью. Есть благостные вкусы к счастью, страстные, невежественные. Невежественные вкусы ведут к деградации, это тоже счастье, ощущение счастья. Извращение, извращенный секс – тоже ощущение счастья, но это приводит к деградации. Изнасиловать, убить человека – тоже своего рода счастье, но это приводит к деградации. Итак, вера прикрепляется к цели жизни. Цель соткана из энергии счастья. Знание о том, где находится цель – это знание движет нас по судьбе. Желание ползти под паутину возникает в результате того, что мы чувствуем счастье через веру от той энергии, знания, которые присутствуют. Мы чувствуем счастье, поэтому мы хотим двигаться. Человек может жить только для счастья. Мы не можем жить без счастья. Поэтому счастье нами движет. И вот это вот ощущение энергии счастья дает решимость и энтузиазм двигаться в этом направлении. И эта решимость и энтузиазм возникает в результате веры и сильном внутреннем восприятии своей цели. А сила воли человека – это способность двигаться вперед. То есть она рождается энтузиазмом. Поэтому без цели в жизни, без веры жизни нет. Бывает так, что женщина, допустим, верит в то, что она должна вырастить своего сына. Она выращивает сына. Тем временем, когда ему наступает половой период, сын отделяется от нее и начинает жить для себя. Мать испытывает состояние шока полного. Она жила для сына, все ему отдавала. А он перестал как бы обращать на нее внимание. Начинает обращать на девочек внимание. В результате что происходит? Она впадает в депрессию, потому что это была целью ее жизни. Цель потеряна. Что происходит с ней? Она впадает в депрессию. Она не знает, не видит смысла жить. Так как цель потеряна, в результате наступают функции старения в организме. Начинает все стареть. Почему? Потому что человек живет или для жизни, или для смерти. Или человек стареет, или человек молодеет. Если у него есть цель в жизни, психическая энергия поддерживает жизнь в нашем организме. Если цель потеряна, жизнь увядает. Допустим, мы можем видеть пример, что когда один пожилой человек умирает, второй уходит за ним очень быстро. Почему? В пожилом теле и так жизнь еле теплится. А если еще психический удар, человек теряет цель, он жил для близкого человека. Пожилые люди обычно друг для друга живут. Я не говорю про духовно зрелых людей, просто про обычных людей. Они живут, живут друг для друга. Один раз помер. Для кого жить второму? Он чувствует, что жизнь пустой стала. Пожил в пустой пустоте немножко и помер. Почему? Потому что организм идет к разрушению. В пустоте жить невозможно. Поэтому очень важно понять, какую цель ты выбираешь. Потому что неправильно выбранная цель приводит к страданию. Если человек, допустим, выбрал свою целью любимую, то любимая бросила его и все. Человек покончил жизнь самоубийством. Означает неправильно выбранная цель. Как проявляется правильная вера? Правильная вера проявляется в том, что человек очищается. Есть признаки правильной веры. Человек не может сам очищаться. Ему нужны старшие. Если у человека есть старшие, он слушает кого-то, у него есть наставники, значит, у него правильный путь. Люди в благости верят с помощью старших и с помощью знания. Люди в страсти верят самим себе. Они верят в себя. Люди в страсти верят в себя, но доверяют государству и доверяют тому способу жизни, в котором они живут. Понимаете? Они доверяют обществу, но верят себе, люди в страсти. А люди в невежестве верят только себе и вообще никому не доверяют. То есть, видите, разные типы веры. Человек в благости верит наставнику, человек в страсти верит в себя и доверяет обществу, он верит в законы общества также. А человек в невежестве, он доверяет только себе и никому вообще не доверяет. Он сам создаёт законы. Он говорит, как я сказал, так и будет. У него такие законы. То есть, видите, вера ему определяется по тому, как человек относится к себе и к другим. Что такое неправильная вера? Если человек очень сильно настроен, его колбасит, если он, допустим, потерял работу, если он не купил какие-то шмотки, если он не достиг своего жилья, если ему отказали в сексе, его колбасит. Это значит, что у него престижа нет, он потерял престиж, его колбасит. Значит, что неправильная вера в сердце. Конечно, все эти события огорчают. Но есть разница между огорчением и надломом. Допустим, человек потерял квартиру, его это огорчило. Через некоторое время он успокоился, дальше живёт счастливо. Ну, ничего страшного, потерял, потерял. Но если человека сломало это, это значит, что он в неё верил. Вера и, понимаете, доверие и вера — это разные вещи. Вера, на ней основана жизнь. Поэтому человек не должен верить в квартиру, в жену и так далее. Он должен верить Бога во что-то более высокое, что никогда не сломается в жизни. Дело в том, что чем выше человек ставит цель перед собой, чем больше счастье идёт от цели, тем вера становится сильнее, энтузиазм больше, возможности преодолевать свои плохие черты характера больше, и человек меняет свою жизнь быстрее. Поэтому, по тому, какая у тебя вера, можно определить, ну, по тому, как ты развиваешься в сторону веры, можно определить, насколько высокую цель жизни ты выбрал. Если ты чувствуешь, характер не меняется, привычки не меняются, жизнь не меняется, ничего в твоей судьбе не меняется, это значит, что ты неправильно выбрал веру. То есть твоя вера не имеет большого влияния на тебя, или ты веришь не в то, что нужно. Понимаете? То есть надо разобраться. Если, как разобраться, допустим, ты видишь, рядом с тобой человек находится, который всё меняется. У него такая же, как у тебя вера. Это значит, что ты неправильно относишься к этой вере. У тебя нет глубокого изучения этой веры, ты неглубоко относишься к работе над собой, ты неглубоко, несерьёзно слушаешь наставников, ты как бы не погружаешься в этого всё, а просто поверхностно, внешне как бы воспринимаешь эту жизнь, вот эти вещи. Как соотносится вера и свобода выбора? Дело в том, что некоторые люди считают свободой выбора свои желания. Например, человек говорит, я свободный человек, поэтому иду и на дискотеку, и мне всё по барабану. Я хочу идти на дискотеку, иду на дискотеку, потому что я свободный человек. Но если разобраться, почему ты идёшь на дискотеку, в чём причина? Причина заключается в том, что у тебя туда тянется твоё половое желание. Так если ты идёшь на поводу своего полового желания, в чём заключается тогда своя свобода? Ты свободный человек или нет в этом случае? Нет, ты раб своего желания. Как это проверить? Хорошо, попробуй не пойти на дискотеку. Попробовал не пойти, всё равно пошёл. Никакой свободы нет. Полная порабощенность. Некоторые люди думают, что если они удовлетворяют свои желания, значит, они свободные люди. И живут в свободной стране. Что значит, живут в свободной стране? Удовлетворяют свои желания согласно законам страны. Свобода выбора работает таким образом. Но это не свобода выбора. И это не свободная страна. Потому что что такое свобода выбора? Если ты можешь себя оградить от желания, значит, ты свободный. Допустим, тебе захотелось изменить жене, ты зубы скрепил и не пошел. Значит, ты свободный человек. Ты можешь управлять своей судьбой. Судьба тебя заставила, а ты не сделал. Давайте разберемся, откуда берутся желания. Веды объясняют, что желания берутся из прошлого. Все наши настоящие желания, я чего-то захотел, все идут из прошлого. Они из прошлой судьбы возникают. Поэтому, соответственно, если желание возникло, первое, что человек должен сделать, это его сконтролировать, попытаться ограничить себя от него. Допустим, человеку захотелось куда-то там пойти. Надо сначала разобраться, куда. Для этого надо успокоить себя, сказать нет. Допустим, вы сейчас в лекции придете, женщинам захочется тортиков, мужчинам плова. Допустим, надо сказать нет, стоп, сейчас разберемся. Лекции слушаем, тортики на ночь. Получается ожирение, нарушение сна, токсины, там и все прочее. Допустим, обойдусь без тортика сегодня. Этот гад очкарик мне все испортил. Все, вы ложитесь спать спокойно. Это называется самоконтроль. Понимаете? Когда человек с помощью разума, как бы он себя ограждает от ненужного поступка. Тогда вы скажете, но спать не могу, голодный, что делать? Попейте молочко с сахаром, там с медом. Поешьте сухофруктов. Если не хочется, поешьте овощи тушеные, не сильно соленые, не сильно сладкие, не сильно кислые. И нормально будете спать, ничего не будет страшного, все будет хорошо. А? Не будете спать? От овощей не будете? А от чего только? От мяса? А? От тортика спать только будет? Сейчас подумаем. Вам, значит, сладкого вкуса не хватает. Вам надо молочко с очень большим количеством меда пить. Вместо тортика. Просто очень сладкое молоко. Вам, значит, сладкого вкуса не хватает. Ну, тортик не надо, потому что там зерна есть, и они тяжелая пища, будет перегружать. Итак, свобода выбора заключается в том, что человек преграждает путь своей кармы с помощью своей силы внутренней. Но самый лучший способ преграждать путь кармы – это прегрошать его с помощью вкуса. Надо понять, что ты можешь ограничить чувственную деятельность силой. Это на время, и ты себя спасешь на время. Но все равно чувства будут торта хотеть потом. И каждый день все больше, больше по вечерам. И потом ты скажешь, да пошли они все нафиг! Наедаешься торта, лучше я помру! И как бы наедаешься торта и ложишься спать спокойно. Почему? Потому что у тебя вкус к счастью есть определенный, и ты не можешь от него никуда деться, и силой себя не остановишь, понимаете? Поэтому существует другой метод, который более сильно и четко и хорошо работает. Этот метод, он… Человек контролирует себя с помощью другого вкуса. Другого вкуса. И этот вкус должен иметь более чистую, возвышенную природу. Например, человек, допустим, привык на ночь есть торты. Но если он попробует, допустим, читать книги о жизни святых, с помощью этих книг он получит более нектарный такой чистый вкус внутрь. Ему достаточно будет просто горячего молока с медом. Вот стремление ко рту пропадает. Почему человек ест, допустим, на ночь? Потому что ему хочется счастья. А если он получает энергию счастья от чьей более возвышенной деятельности, то менее возвышенная деятельность не так сильно уже беспокоит, понимаете? То есть, допустим, когда человек получил ощущение, что на самом деле мне очень нравится быть верным своей жене, потому что отношения углубляются, они становятся более чистыми. Ты чувствуешь в этих отношениях какую-то более высокую чистоту. И смысл жизни тоже становится более глубоким, потому что два человека, они больше раскрываются в высшем каком-то друг перед другом. И ты видишь в нем, в близком человеке, удивительное создание такое, которое рядом с тобой живет. То к разврату вкус всякий пропадает вообще. Ты видишь, девушки красивые там ходят, очень красивые, очень сладкие, вкусные, некислые, вот. Видишь все это, видишь, от них исходит такой нектар, как бы из тома, думаешь, сейчас вот бы обнять такую девушку. И потом вспоминаешь свою жену. Даже заволновался этот. Я не знаю, что там такое. Не думаешь, не хочу. Мне вот эти отношения более высокие, дороже в тысячу раз, чем вот эта вот пошлость, пусть даже с красивым человеком. Зачем? Какой смысл? Если это чище, это слаще, это вкуснее. Более высокая чистая жизнь вкуснее, человек выбирает более высокую жизнь. Но есть еще более высокие вещи. Допустим, монах, он же точно так же видит девушек красивых. Он вообще не женат. Он может просто взять да и жениться. Он ничего вроде бы, ничего плохого не делает. Однако, он чувствует бесконечно больше вкус к Богу. Он чувствует этот вкус очень сильно. И он думает, не буду жениться. Я вам приведу такой пример. Один мой знакомый человек, он отреченный образ жизни же ведет. И он просто полюбил сильно девушку одну. Пришел к своему наставнику и говорит, полюбил сильно, не могу, пойду, хочу жениться. Хочу знакомиться, жениться с девушкой. Он не общался с ней, не просто полюбил. Говорит, хочу вот так вот, ничего не сделаешь. Наверное, у меня не монах по природе, я не отреченный человек. Наставник говорит, конечно, правильное решение, очень правильное. Но сейчас мы с тобой кое-что попытаемся разобраться. Давай, как бы сейчас мы, ну просто, мы же серьезные люди. Давай распланируем твою жизнь сейчас. Перепланируем в соответствии с тем, как ты будешь жить дальше. Он говорит, конечно, надо это сделать обязательно. И его наставник рассказывает, ему говорит, молитву придется сократить до двух часов. Почему? Потому что надо же о жене заботиться работать, тебе придется пойти на работу, деньги зарабатывать. Вот поклонение Богу придется сократить, вот твое служение в храме придется сократить там до одного часа. Там это сократить на столько-то, это на столько-то. Этот монах сидел, сидел, слушал, слушал. И он чувствует, что ему на служении Богу вообще времени остается. Как бы он полностью это теряет. И это четко ему объяснил наставник, прям расписал по часам. Он говорит, тебе надо вот столько-то работать, чтобы зарабатывать на семью и так далее. И он говорит, я разлюбил. И пошел назад. Это правда, то есть у него все отвалилось. Он говорит, да зачем это столько счастья терять в своей жизни. Он потому что был счастлив, служа Богу. Он просто счастлив, неимоверно был. И он думает, столько счастья терять невозможно. Это уже достаточно высокий уровень сознания священника, при котором его уже не будет волновать. Я вам еще один случай расскажу, когда сознание еще более высокое у человека было. В Индии жил один святой великий, который постоянно думал о Боге и служил ему. И его служение в храме заключалось в том, что он рвал цветы, делал гирлянды и украшал алтарь таким образом. И правитель в этой местности, он решил проверить этого святого. И он взял одну очень красивую женщину-проститутку, заплатил ей деньги и сказал, иди раздетая, находись вот в этом месте. Там один монах будет собирать цветы, ты должна его собладнить. И она пошла, встала, начала смотреть на него так, наблюдать за ним. И в ведах описывается его мышление, как он мыслил в это время, насколько он был поглощен в служении Богу. И он такой, как бы, и описывается его мышление. Он такой думает, вот это вот красивый цветок, вот это вот красивый цветок, вот это очень красивый цветок. Идет, собирает, смотрит, женщина голая стоит. Вот это не цветок. Вот это вот очень красивый цветок. Когда она это увидела, она просто глазам своим не поверила, что мужчина может так на нее среагировать. И она ушла оттуда, просто отказалась от своего гонорара. Она не смогла ничего с ним сделать. Вот это такой уровень святости у человека. Это очень высокий уровень. Имитировать невозможно. То есть это признак высокой развитости сознания. Как относится человек к трудностями судьбы? То есть как вера влияет на трудности судьбы? Первое, что нужно понять, чем больше человек связан с Богом, тем больше силы недоброжелателей, тех людей, которые хотят ему что-то сделать плохое, тем больше они ослабевают эти силы. Ну то есть надо понять, что мы как единая система живем в этом мире. И если человек излучает, он как лампочка, он излучает из себя свет, то все, кто пытаются тьму на него как бы навалить, они все растворяются. Понимаете, достаточно одного солнца, чтобы на всей Латвии был день. Так? Вся тьма уходит немедленно. Точно так же человек, который усиливает внутреннюю веру, все препятствия в жизни, они растворяются под силой его собственного внутреннего света. Понимаете, о чем я говорю? То есть это реально влияет на судьбу. Чем больше человек устремляется к чему-то светлому и сильному, тем меньше те препятствия, которые раньше влияли на него сильно, они ослабевают, меньше влияют на него. Ну допустим, начальник ненавидит его. Если у него связь с Богом усиливается, у человека, то нектар, который исходит от него, этот свет, он увеличивается. И начальник начинает чувствовать, что ему уже не хочется мучить этого человека. Ему хочется думать, ну бог с ним пусть делает, что хочет, живет как хочет, ничего страшного. Понимаете? То есть чем больше человек обретает внутренней этой работы, связи с Богом, тем препятствия в его жизни больше ослабевают. То есть меньше ненависти, меньше злобы к нему. Это все происходит на тонком плане. Это реально можно почувствовать, когда человек таким образом... И поэтому есть два способа сражаться с судьбой. Первый способ. Люди своими силами пытаются победить. Какие-то связи используют там и все прочее. А второй способ. Человек просто молится и все само срабатывает. Я очень сильно в своей жизни испытал это. Очень сильно. Я в январе ездил в святое место, и я, как обычно, я два часа молюсь. А там, в январе, когда я находился в этом святом месте, десять дней я молился по шесть часов в день. Вот шесть часов непрерывной молитвы. И очень много моментов в своей деятельности, связанных с тем, как дальше жить, что делать, были решены. Много моментов в своей судьбе я решил с помощью этой молитвы. Но я вам сейчас расскажу один уникальный случай, который произошел именно в это время. Я совершал эту молитву. У меня были определенные трудности в лечении злокачественных опухолей. То есть очень трудно как бы поддавалось это все. То есть я разрабатывал эти методики, очень трудно поддавалось. И мне пришлось там лечить, ну, меня попросили лечить одного очень возвышенного человека. Я, к сожалению, ему не помог, но метод появился, потому что, когда я начал его лечить, его злокачественная опухоль, рак, начал рассасываться буквально на глазах. То есть это я делал с помощью коры деревьев местных. Ну, то есть подобрал все точно там кору. Это целый научный процесс такой серьезный. Но идея заключается в том, что у меня даже мыслей до этого не было так лечить. Ну, просто родился с нуля совершенно новая методика, которую раньше никогда не использовал. Это произошло просто потому, что по 6 часов в день я молился. Другой причины не было. А потом, когда я приехал в Москву, я увидел, что все поменялось. Те проблемы, которые были, они пропали. Ну, то есть новых не возникало. Все как будто штиль наступил. Понимаете? То есть вот все препятствия как будто раз и растворились. Вот такой эффект. Попробуйте, и вы увидите. Один раз в месяц хотя бы погрузитесь в молитву. Вы увидите, как судьба резко все препятствия начнет убирать. Просто попробуйте эксперимент такой проведите. Насколько сильно продвигается жизнь за счет такого вот эксперимента. Не надо долго, много. Один раз в день, в месяц достаточно попробовать. И вы увидите, как сильно это работает. Я говорю подолгу. Молитву подолгу один раз в месяц произносить. Допустим, вы молитесь обычно 15 минут в день. Вы в этот месяц, один раз в месяц, делаете два часа. И вы увидите, как сознание поменяется в вашей жизни. Коренным образом поменяется. За один такой день происходят сильные перемены. Надо понять такую вещь, что на самом деле обычный способ мышления какой у нас в жизни. Трудность наступила, мы начинаем ее обдумывать. Что такое обдумывание? Когда мы обдумываем, берем свою карму, перелопачиваем ее и пытаемся найти самый оптимальный вариант, как поступать. Из своих собственных идей, соображений мы лепим свою судьбу. Обдумывание означает, мы варимся в той каше, которой мы сидим. Ничего другого мы во время обдумывания не сможем ни понять, ни принять, потому что это то, что я имею. Ничего нового я не получаю. Так действует обдумывание. И обдумывание — это самый энергоемкий процесс. Когда человек интенсивно думает, у него все силы заканчиваются, он не может ничего делать. Это обдумывание даже не дает возможность заснуть. Когда человек начинает долго думать, у него бессонница начинается, у него пропадает здоровье, то есть у него все рушится в жизни. Почему? Потому что обдумывание — самый энергоемкий процесс. Второй вариант предлагаю вам. Вы просто чувствуете, что обдумывание, крыша начала дымиться. Вы не можете с помощью обдумывания решить проблему. Садитесь перед алтарем, начните молиться. Молитесь, молитесь. Энергия счастья начала приходить в сердце. Сразу что наступает? Успокоение. Человек чувствует, легче жить стало, спокойнее. И мысли, обдумывание почему происходят? Потому что ум хочет счастья, а счастья нет. Так как счастье пришло во время молитвы, ум успокоился сразу. Думает, ну и Бог с ним. Идет страшного. Не лишим, так не лишим эту проблему. Ничего страшного. Дальше человек молится. И во время молитвы к нему приходит прямо в сердце раз и пришло решение само. Он ничего не обдумывал, просто молился. Сначала ум успокаивается. А когда ум успокаивается, он начинает слышать истину, голос истины, голос совести в сердце. И приходит раз само решение. Я уже говорил вам об этом способе на прошлом семинаре. Кто из вас попробовал? Поднимите руку. Я проводил семинар для руководителей. У меня есть такой семинар для руководителей. Я проводил тренинг такой. Ну как бы не тренинг, а такую беседу. Проводил в Днепропетровске сначала под давлением организаторов местных. Они меня заставили проводить этот семинар. А потом всем понравилось. Я в Ижевске еще провел. И я руководителей учил, как бы, как решать ситуацию. Как в трудных ситуациях жизненных, как действовать. И я им объяснил эту технику. Они потом начали делать, говорят, супер. Понимаете, то есть ты перед трудностью с жизнью не знаешь, что делать. Тебе надо принимать решение перед всем коллективом. Ты не знаешь, что делать. Человек садится, начинает молиться, молится, молится, пока психика не успокаивается. Пока ты не принимаешь ситуацию, не думаешь, да все нормально. Потом дальше молишься, раз, решение само пришло в сердце. Начинаешь делать, смотришь, работает. Понимаете? Или нет? Ну, пока не проверите, не поймете. Это только с помощью эксперимента можно установить. Ну, ладно. Тема очень длинная. Время осталось мало. Вопросов целая стопка огромная. Человек живет верой. И на этом опыте формируется судьба. Лежит ли этот принцип в основе предсказаний будущего? Вы знаете, некоторые люди, разные люди по-разному предсказывают будущее. Я сейчас вам объясню. Некоторые люди предсказывают будущее на основе карты гороскопа. Это полный бред так предсказывать будущее. Потому что карту можно трактовать как угодно. И предсказывать на основе этого будущее — это безумие. Второй способ — это когда ты сопоставляешь карту с ощущением истины. На самом деле будущее существует, только оно не имеет четких очертаний. И поэтому примерно будущее может предсказать человек достаточно чистый. Особенно если он еще видит карту и чувствует истину, он тогда может предсказать будущее. Это второй способ предсказания, более действенный и рабочий. Но для этого астролог должен быть святым человеком. И третий способ предсказания будущее — это когда человек видит будущее, потому что Бог так хочет. Господь, высшие силы наделяют его этим видением, и он точно говорит, что будет этот человек. Потому что некоторые события в этой жизни, в этом мире, уже запронированы, и они имеют абсолютно непреклонную природу. Большинство событий зависит от наших поступков. Вот как мы будем жить на земле, так и будет. Но некоторые ключевые моменты, которые будут происходить в будущем, они настолько сильно уже в судьбе закреплены, что человечество своими поступками вряд ли сможет их изменить. Понимаете? Поэтому такие ключевые моменты предсказатель может сказать. И в этом заключается предсказание. Но все полностью, как бы жизнь наша не определена до каждой секунды. Есть какие-то ключевые моменты, которые предсказатель может предсказать. Это значит непреодолимая судьба. Ну, допустим, человек может поднять камешек небольшой, он может перелопатить горку небольшую. Но если перед ним скала, он за всю жизнь ее не перелопатит. И об этих скалах как раз и говорится. Это непреклонные силы судьбы. Эти скалы есть в жизни как одного человека, так и в жизни целого общества, целых народов. Они тоже существуют. И предсказатели видят эти вещи и говорят. Однажды один светлый человек, которого я очень люблю, предсказал мое будущее, связанное с Латвией на всю жизнь. Не знаю, как будет на самом деле, но не хочется привязываться к предсказанию, хотя это, похоже, уже произошло. Но человека уже нет на земле, хотя связь сохранилась. И одной стороны вера живет, а с другой стороны есть мысли об изменении этого пути. При этом любовь сильна, и она держит сложно. Вы знаете, есть такие предсказатели-фаталисты. Они предсказывают как-то односложно все. Латвия загнется. Допустим, такой вид предсказания. Понимаете, дело в том, что такие предсказатели это обычно фаталисты. То есть они не понимают, что жизнь это не односложный такой процесс. Или загнется, или выживет. Понимаете, или все. Латвия достигнет небес. Второй вариант предсказания – Латвия загнется. Понимаете, жизнь циклами проходит. Сейчас у вас идет снижение экономики. Как бы оно идет такой штопор. Этот штопор где-то, насколько я чувствую, кульминация его будет летом. Потом где-то в августе начнется выравнивание. Потихоньку, потихоньку. И потом осенью пойдет какие-то позитивные сдвиги. И где-то январь-февраль следующего года начнется подъем уже. Ну вот так я вижу, допустим, то, что у вас должно было произойти. Ну, может быть, это не совсем так будет. Но, по крайней мере, я не вижу фатализма никакого. То есть я вижу динамичный процесс спада, подъема. То есть все нормально, как во всех странах происходит. Мне астролог сказал, что с 2001 по 2020 год идет негативное влияние Сатурна. 2001 по 2020. А мне астролог сказал, что 1965 года по 2065 год у меня нифига хорошего в жизни не будет. Верите или нет? Ну, негативный период, ну хорошо. И что это значит? Это так долго? Что делать? Где найти силы? Ну, это неправда 100%. Ну, не бывает так, понимаете? Ну, не бывает. Ну, где вы видели, чтобы человек мучился 19 лет подряд? На Земле такого не предусмотрено, понимаете? Человеку все идет циклами. Стало лучше, стало хуже. Идет цикл все время. Эти циклы длятся несколько лет. Не то, что ты будешь всю жизнь загибаться. Нет, такого нету. Вернее, бывает, но очень редко. Вряд ли у вас. Как победить усталость, боль? Какой высший смысл в этом? Какие качества нужно развивать за эти годы? За что не надо держаться, а что действительно ценно? Я об этом всю лекцию говорил. Я замужем, двое детей. Не работаю. Всегда болит спина. Болит спина, значит, Сатурн плохо влияет. Что делать? Йогой заниматься. Когда человек статические упражнения делает, спину отпускает. Йога не помогает. Надо найти дерево, которое тебе подходит. И постоять каждый день возле этого дерева. Восстанавливать силы Сатурна. Если помогает, поставь, посади дома это дерево. Еще лучше будет. Мы, кстати, тоже сейчас начали изучать влияние деревьев на человека. Будем какие-то советы в этом плане давать. Я на все записки завтра утром отвечу. Будем специально на эту тему говорить. Расскажите, пожалуйста, как ослабить негативное действие Сатурной Луны. Вообще не по теме. Господа, мы вообще-то говорили о вере. При чем тут влияние Сатурной Луны? Я, допустим, всю лекцию говорю о вере. А вы меня потом спрашиваете. Скажите, пожалуйста, как лечить геморрой? Ну, вы слушали лекцию или нет? Я не пойму. А, с утра это записано? Ну, слава Богу. А то же я испугался. Думаю, что же такое-то? Вчерашний, да? А, вон оно что. Ну, тогда другой дел. Вставала рано в 5.30. А это тоже вчерашний, точно. А вы мне сегодняшний бы положили? Как так вот? Люди же писали сегодня тоже. Как? Надо было сегодняшний, а вчерашний завтра. Как правильно просить прощения у брошенного 10 лет назад мужа? У него новая семья. Классный вопрос. Можно ли это сделать письменно? Хороший вопрос. Супер. 10 лет назад бросила мужа. У него новая семья. Как просить прощения? Вы поймите, муж вообще как бы не при делах здесь. Проблема заключается в том, что наказывает его сверхдуша вас, а не он. И ей не нужно письменно писать. Ей надо просто искренне в сердце в своем садиться перед алтарем и просить прощения, раскаиваться в том, что ты делаешь. Пока ты не раскаиваешься и не чувствуешь, что что-то плохо, начинаешь раскаиваться, день-два пораскаивалась, начинают раскрываться все твои ошибки. Начинаешь их чувствовать, понимать, перестрадать, начинаешь за них. И идет такой процесс. Сначала усиливается все. Чувствуешь, что все хуже и хуже от того, что ты просишь прощения. Потом ты как бы достигаешь какой-то кульминации. И потом постепенно начинаешь как бы чувствовать, что вот сейчас скоро будет легче уже. И человек просит, просит прощения. Несколько месяцев это длится. Потом раз, на сердце такая легкость и радость возникает. Все. Можно замуж выходить. Все будет нормально. Это все работает. Так действует это все. Ну ладно, на этой счастливой нотке мы будем заканчивать. Сегодня праздник, наверное, да? Поэтому вас так мало. Пришли самые фанатики, да? Я так понимаю. А? Да я знаю, что завтра еще больше праздник. Ну ничего, будем держаться. Если пять человек завтра придет, я буду счастлив. Больше придет? Шесть? Ну ладно. Все сели прямо, будем желать всем счастья. Мне очень импонирует, что вы пришли на лекцию, на праздники. Это признак того, что прямо не зря я сюда приехал. Такие как бы дни чувствуешь сильную благодарность тем, кто приходит. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья! 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 Я желаю вам 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 счастья!